МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Издавна Беларусь была перекрёстком религий и культур. Сегодня на территории нашей страны работает множество международных организаций. Одна из них – организация по миграции. Среди прочих, именно она играет ведущую роль в обогащении культур. И сегодня нам предстоит в этом убедиться. В кулинарно-познавательное путешествие мы отправляемся вместе с главой международной организации по миграции Зейналом Гаджиевым. Если бы 20 лет назад Зейналу Гаджиеву сказали, что он будет работать в структуре ООН, да ещё на руководящем посту, скорее всего, он бы просто улыбнулся. Трудовой путь начинал с должности инженера, занимался разработкой медицинской техники, низкочастотного ультразвукового оборудования для лечения инфицированных ран. Это было такое новое направление. Это сочетало в себе и инженерную часть, и медицинскую часть. То есть у нас была очень такая связь с медицинским учреждением, клиниками, где проходили испытания. Как это часто бывает, поворот в судьбе случился внезапно. В газете прочитал объявление о наборе на программу второго высшего образования британского Ноттингем-тренд-университета. Открылась такая возможность. Я немедленно воспользовался этим. Вот прошёл все собеседования, все конкурсы и попал в этот курс. За время службы среди мест назначения были Косово, Ирак, Таджикистан. В 2012-м возглавил представительство организации в Беларуси. Зейнал ведёт активный образ жизни, ходит в походы, сплавляется на байдарках и даже катается на роликах. Каждый новый день он проводит в окружении звуков. В телефоне гигабайты загруженной музыки. Хорошая музыка – это как хорошая книга. То есть она даёт такую духовную, такую пищу. Вот когда слушаешь Синатру, это другой мир. В нём отражается целая эпоха. Вот одна его песня – «My Way», чего это тут и стоит. Эту композицию знает не только в оригинале, подпевает также на испанском. Сейчас как раз занимается его изучением. Иностранные языки – увлечение юности. Знает азербайджанский, турецкий, русский, английский, французский и немецкий. Новый язык учит по любимым песням и приложениям. Здравствуйте, Зейнал. Приветствую, Тмофей. Очень рады вас видеть. Взаимно. Вас можно смело назвать гражданином мира. Вы азербайджанец, родились в Армении, получили образование в Москве и Великобритании. Какую кухню вы нам сегодня представите? Мировую. Конечно, будет определенный элемент азербайджанской кухни, поскольку я азербайджанец. Мне очень нравится кухня среднеземноморская. То есть здесь очень много морепродуктов, овощей. То, что у нас в Азербайджане тоже любят. То есть я научился приготовить суп с морепродуктами. А второе блюдо – это такая легкая закуска с фасолью. Спаржевой зеленой фасолью. Очень интересно. Нам предстоит много работы. У нас много ингредиентов. Приступим, наденем фартуки. Да? Безусловно. В эфире «Кулинарная дипломатия» мы вместе с главой представительства Международной организации по миграции в Белоруссии, Зейналом Гаджиевым, готовим закуску из фасоли и суп из морепродуктов. Зейнал, с чего начнем готовить? Да, нам нужно будет, конечно, помидоры. Их нужно желательно очистить от кожуры. Давайте я займусь фасолью. А я помидоры. А вы помидорами. Отлично. Фасоль стручковой нужно будет нарезать по 2-3 сантиметра льны. Фасоль будем вместе с картошкой и другими продуктами тушить. Зейнал, а кухню какой страны лично вы предпочитаете? Знаете, у меня таких особых предпочтений нет. Ну, конечно, я привык больше к такому международной кухне, но с большим акцентом, наверное, на итальянской, средиземноморской. И, конечно, азербайджанская кухня тоже очень кавказская. Кавказская. Какие предпочтения кулинарные сложились в вашей семье? Ну, естественно, это азербайджанская семья. Больше готовят, конечно, азербайджанскую кухню. Но семья у меня сейчас живет в Венгрии. Естественно, они и приобщились европейской кухне, венгерской кухне. Читая определение миграции населения, кажется, что все очень просто. Люди просто взяли чемоданы и переехали из одной страны в другую. Но на самом деле все гораздо сложнее. Расскажите об этом явлении. Здесь странам, государствам приходится решать очень интересные задачи. Противоречивые задачи даже. С одной стороны, нужно предоставить людям возможность свободы передвижения. С другой стороны, нужно задуматься о своем национальном интересе, о безопасности страны и все прочее. И поэтому, чтобы это регулировать, приходится внедрить разные правила, законы, договоренности, исходя из национальных, экономических, социальных и других интересов. И поэтому в вопросе миграции действительно регулирование становится непросто. Особенно в последнее время, как мы становимся свидетелями. К сожалению, не всегда положительных процессов, то, что происходит вокруг миграции. И это сильно выделяет, конечно, на благосостояние целой группы людей, которые сейчас свои страдают. Зинал, вот предположим, человек покинул свою страну в поисках лучшей жизни и попал в трудную жизненную ситуацию. Чем ваша организация, МОМ, может ему помочь? Знаете, вообще, МОМ, в первую очередь, старается работать с правительствами. Поэтому, в первую очередь, конечно, мы за то, чтобы каждая страна имела очень четкую миграционную политику. Она может, кстати, отличаться. Одни страны поддерживают поток мигрантов из страны. Другие страны, наоборот, поощряют мигрантов, чтобы приехали побольше, квалифицированные, неквалифицированные, чтобы решить тоже определенные вопросы, связанные, допустим, тем же населением страны. Вот в европейских странах, в западных странах идет сокращение населения. А рабочих рук все меньше и меньше становится. Чтобы решать такие вопросы, конечно, странам нужно приглашать мигрантов. Мы отварили вспаржевую фасоль, порезали помидоры и сельдерей. Зейнал, что мы делаем дальше? А дальше давайте нарежем лук сначала полам, а потом можно делать вот это на три части. Когда больше лук, можно на четыре. И режем мелкие кусочки. Зейнал, как оказалось, вопрос торговли людьми касается практически каждой страны. И больше года назад вы запустили информационную кампанию по противодействию этому явлению. Что удалось сделать? Та кампания, о которой мы говорили, это, конечно, лишь продолжение той большой работы, которую мы начали еще многие годы назад совместно с правительством Беларуси. Беларусь должен заметить, что противодействие торговли людьми – это одно из приоритетных направлений, выделенное на национальном уровне. То есть Беларусь очень активно выступает в этой сфере, на разных международных форумах, площадках, выступает с инициативами и очень большой прогресс достигнут. Но, тем не менее, это явление продолжает оставаться серьезной проблемой, потому что люди тоже все больше используют современные технологии для вербовки, для отправки, для найма людей. В последнее время особо популярность проблела найм людей для порнографии детей. Это очень широко используется. И поэтому мы стараемся работать со священными органами, повысить и профессионализм, а также информировать людей, чтобы люди знали. У нас работает телефон горячей линии, куда люди могут обращаться. Не только по этому вопросу, а вообще в целом о безопасном выезде на заработки, на трудоустройство за рубежом. Я знаю, что в числе прочих мероприятий вы этим летом провели молодежный лагерь, целью которого был поиск союзников среди молодежи в противодействии такому преступлению. Да, да. Мы пришли к этому по итогам долгих обсуждений. И всегда мы должны найти новые способы привлекать как можно больше людей в этом процессе предотвращения торговыми людьми. И здесь, как никогда, молодые, очень активный анализ показал, что очень много людей попадают в жертвами торговыми людьми именно из регионов. Поэтому мы решили привлекать людей из регионов, чтобы они могли дальше информировать население. Зейнал, кстати, в прошлом году Международная организация по миграции отметила сразу две юбилейные даты. Это 65 лет с момента своего основания и 20 лет в работе в Беларуси. Что удалось сделать за это время? За 65 лет, конечно, организация превратилась из региональной организации, в 2021 году была основана, в глобальную международную организацию, которая решает очень серьезные вопросы. И показателем того является то, что впервые за все время на уровне ООН было принято решение, во-первых, принимать организацию в прошлом году для своей ряды, а с другой стороны было принято решение создать глобальные соглашения о миграции. И эта задача была поручена нашей организации. Это очень серьезный подход, который говорит о том, что, во-первых, вопросы миграции сейчас действительно стали очень важными, и, что самое главное, более важно, что страны, государства стали на это обращать больше внимания. Конечно, организация началась сугубо регионально в Европе и Северной Америке. Всего было десяток членов-основателей государств. Сейчас свыше со 60 организаций стран-членов и организаций функциональных глобальных в многих странах мира. Так, карточки теперь мы нарезали. Сейчас мы давайте ставим вариться. Я вам помогу. Закладываем картофель. Зейнал, вы упомянули о членах организации. Беларусь является полноправным и полноценным членом организации. Какова ее роль на международной арене? В 20-летие наши деятельности мы отмечали в Беларуси. И за это время, конечно, Беларусь очень много дадил со всей эмиграции. И главное, что в вопросе миграции государство стало заниматься очень близко и пристально. Вот уже свыше 10 лет страна является, по-моему, членом организации. И в чем очень активно она использует эту платформу для поднятия донных вопросов. Особенно в сфере противодействия с торговыми людьми Беларусь очень активна. Всегда выступает инициативами региональными, глобальными. И это, естественно, площадка МОМ, поэтому способствует решению таких вопросов. Более того, я скажу, Беларусь был в первом, где прошли национальные консультации по формированию позиций Беларуси при составлении глобального соглашения о миграции. То есть в этом плане Беларусь тоже можно назвать чемпионом не только в регионах, а вообще в глобальном плане. А этот процесс завершится в следующем году. Первый проект документов появился в феврале следующего года. А к осени в региональной ассамблее ООН в сентябре ожидается, что это соглашение будет подписано. В этом, конечно, Беларусь использует такую площадку, чтобы свои интересы тоже отразить в данной сфере. Благодаря вашей помощи мы, в общем-то, основную большую часть работы уже проделываем. То есть у нас есть лук нарезанный, чеснок, у нас есть перец болгарский нарезанный, помидоры, сельдерей, фасоль отваренная уже есть. А морепродукты тоже ждут, ну, своего часа. Скоро это тоже будет. Мы закончили нарезать овощи. Прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь, ведь у нас очень вкусно и интересно. В эфире «Кулинарная дипломатия» и мы вместе с главой представительства Международной организации по миграции в Республике Беларусь, Зейналом Гаджиевым, готовим суп из морепродуктов и закуску из фасоли. Что мы делаем дальше? Ну, как я уже сказал, уже все готово для того, чтобы начать к основной части. Приступаем? Приступаем, да. Значит, у нас мы будем использовать теперь только одну косую и сковороду. Вы попросили приготовить вам масло для жарки. Сейчас давайте будем использовать ложку, чтобы у нас было... Так, давайте по 4-5. Вы достаточно педантично подходите к этому вопросу. 4-5. 5. Теперь добавляем лук-чеснок. Лук-чеснок. Для фасоли. Зейнал, из того, что вы рассказали, можно сделать вывод, что у вас очень напряженная работа. Ее невозможно назвать легкой. Расскажите, как вы отдыхаете? Ну, конечно, работа... Ну, привыкаешь на напряженную работу тоже. Умеешь учиться, как планировать, как определять приоритеты, как делегировать, на что делать акценты. То есть находишь пути, конечно, это приходит годами. Вы 5 лет находитесь в Беларуси со своей миссией. Какие самые яркие впечатления о нашей стране? Ну, знаете, я когда приехал, первое, что, конечно, может, я ничего нового не скажу, был удивлен, насколько было необычно, чисто, ухоженно. Это поражает. То есть я думал, что только для Минска это сделано. А потом, объездив в страну, я понял, что нет, это действительно крови у белорусов. И тут одними мерами на уровне, не знаю, администрации или правительства не решили вопрос. Здесь люди сами должны быть готовы к этому. Люди очень дисциплинированы. Вот это тоже очень важно. Как раз показатель того, что это чисто. Очень образованные люди. Самые люди – это самое главное. Вот эти люди – это основа всего. И с этими, с такими людьми, конечно, я уверен, что Беларусь может добиться многого. Это, я бы сказал, Беларусь более европейская, чем многие европейские страны. Это очень интересное замечание. Да, и мне, конечно, очень импонирует, особенно в последнее время Беларусь очень трепетно относится к их сохранению и возрождению культурного наследия. Прекрасные замки, то, что есть, Мирский, Мерсквич. Я бы побывал в Адлиге. Такие места, как Гродно. Это вообще город, ну, чисто европейский город, своим лицом, своим шармом, привлекательностью. Я недавно побывал тоже на Августовском канале тоже. Это все показательно. То, как Беларусь сейчас старается развивать туризм, это замечательно. Я думаю, что как раз один из тех вопросов, которые касаются эмиграции тоже. Оставляя визовые требования к их гражданам в выбранных странах, это, по-моему, будет способствовать еще большему развитию туризма в Беларуси. А это дополнительная экономическая поддержка и прочее. Конечно, в Беларуси очень хорошая образовательная система, которая нужна еще больше развивать. И нужно смотреть на новые сферы, допустим, сферы обслуживания. Конечно, Беларусь еще легче не стремится. Вот это вот было бы очень хорошо развивать. А это, как туризм будет развиваться, я думаю, что это тоже придет. Так, теперь, я думаю, что можно добавить помидоров. Мы обжарили лук и добавляем томаты. Так. И сюда тоже можно будет добавить. Потрясающие ароматы. Да, и можно добавить, конечно, сферы. Так, теперь можно прикрыть крышкой и оставить на некоторое время. Я знаю, что у вас есть страсть к путешествиям. Путешествиям – это, наверное, одна из самых таких привлекательных сторон работы, которой мы занимаемся. Потому что приходится очень много ездить. Конечно, хотелось бы, такие поездки были больше для отдыха, конечно. Но приходится и по делам ездить очень много. Но, конечно, попутно используя все возможности тоже узнать побольше о стране. Ведь работая в стране, работая с людьми, узнаешь намного больше. Я знаю, что в числе ваших хобби – музыка и книги. Какую музыку вы любите? В принципе, я любую музыку люблю. И классическую, и джазовую, и эстрадную музыку люблю. И все. Люблю – это зависит от настроения, конечно. Вот вы говорили, что как я успеваю отдыхать. Музыка – это как раз одна из тех возможностей, которые позволяют человеку отвлечься. Есть о чем подумать, есть что почувствовать. Ну и, конечно, помогает для восстановления. Задевает струны. Вы очень тонкий, интересный человек. Это очень важно, да. А потом книги – это тоже хороший отдых. Книг, конечно, я предпочитаю исторические, художественные исполнения. Очень много таких исторических романов, новелл. Это, мне кажется, самый лучший способ преподнести историю людям. Это становится понятнее. Когда ты о чем-то прочитал, а потом посетил ту страну, это конкретное место, то восприятие, конечно, совершенно другое. Оставшиеся ингредиенты готовы к закладке. Приступим? Да, приступим. Давайте начнем. Сюда надо сначала воду добавить. И сюда мы добавляем фасоль. Перец. Финал, вы упомянули о вашей любви к книгам. Одно из региональных представительств Международной организации по миграции выпустило как раз книгу. Расскажите об этом проекте. Мы занимаемся тем, что стараемся как можно больше продвигать позитивный имидж, ту позитивную роль, которую миграция играет в жизни общества, государства. Кухня каждой страны, каждого народа дает такую возможность. И поэтому наша организация тоже подумала, что наверно было бы интересно, что происходит в регионе. И вот страны региона, какие главные основные блюда. Я знаю, что их много, всех не отразишь. И вот так выборочно наш региональный офис решили выпустить книгу, которая вот здесь представлена. Здесь, в том числе, от Беларуси тоже национальная кухня. Ну, бульба. Какое блюдо от Беларуси представлено? Здесь драники, естественно. Ну, естественно, наши национальные драники. Да, еще блюда есть, не только драники, но и других стран тоже. И мы думаем, что вот как раз через чисто человеческие, чисто вот такие гастрономические. Такая народная дипломатия. Да, вот это очень приятно. Кстати, в этом смысле ваш проект делает огромное дело. Спасибо. Понимаете, за это мои поздравления. Спасибо. Спасибо вам за участие. Теперь можно добавить рыбу. И можно добавить тоже другие ингредиенты. То же самое, мидии тоже нужно. Ну, такой навадистый, очень ароматный суп. Да, да. Так, здесь давайте добавим сюда картофель. Кстати, нужно посолить картошку и фасоль. Я следую правилу, посоли половину, попробуй, потом досоль. Какие специи мы будем использовать? Вот сюда мы будем добавлять, поближе к концу будем добавлять зелень. И лимон еще нужно будет добавить. А пока заканчивается приготовление ароматнейшего супа из морепродуктов и закуски из фасоли, посмотрите короткий сюжет о работе Международной организации по миграции. Увидимся на дегустации. Активная интеграция в общество и продуманная адаптация переселенцев. Принципы, на которых строится работа Международной организации по миграции. Это специализированное агентство ООН. Его отделение действует более чем в сотни стран. Сегодня международная миграция обретает новые смыслы и масштабы в движении. Каждый 35-й житель планеты. По данным, рост числа переселенцев превышает темпы роста мирового населения. 18 декабря во всем мире отмечается Международный день мигранта. Дата в календаре выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1990 году, вступила в силу конвенция о защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их семей. Белорусское представительство Международной организации по миграции занимается вопросами переселенцев более 20 лет. Постоянно в стране находится порядка 180 тысяч иностранцев. Основные цели пребывания – служебные и частные дела, а также обучение. Стол накрытый. Мы переходим к самой вкусной части нашей программы – дегустация. Напомню, что сегодня мы вместе с главой представительства Международной организации по миграции в Республике Беларусь, Вейналом Гаджиевым, готовили потрясающий суп из морепродуктов и закуску из фасоли. Что ж, попробуем? Попробуем. Приятного аппетита. И вам. Спасибо. Можно немножко зелени добавить туда, кружки измельченные. Очень вкусно. Когда попадаются каперсы, это похоже на солянку. Да. Получился хороший суп. Соль и переселено можно по вкусу добавить. Приступим ко второму блюду. Да. А вот здесь как раз по желанию можно добавить и сметану. Сметану. Ну вот, кстати, эта фасоль у нас в Азербайджане очень распространена, особенно в летный период, ранней осенью, очень много потребляет пищу. Здесь основные ингредиенты, то, что же нужно организму, и белки, и печатка. Все, что нужно для нормальной здоровья. Винал, спасибо вам большое за эти вкусные и интересные блюда, за содержательный разговор. Позвольте на память о нашей программе вручить вам презент. Столовый нарбор торговой марки Крамит, любезно предоставленный могилевским предприятием «Красный металлист». Спасибо. Спасибо вам. И если позволить, тогда я тоже вам подарю. Это книга, о которой мы говорили по ходу сегодняшней передачи. Это книга, которая в себя платила основные образцы национальной кухни в странах региона. Спасибо большое. Думаю, здесь Беларусь тоже представлена. Думаю, что будет интересно. Спасибо, обязательно прочту. И позвольте мне благодарить вас за очень интересную передачу. Как раз та передача, которая предоставляет смотреть на процессы миграции немножко с другой стороны. С более человечной, более приближенной к быту, к культуре людей. И это, я думаю, что как раз та форма, которую можно предоставить, представлять всегда миграцию. Спасибо. Спасибо вам. А вы, дорогие телезрители, запишите, пожалуйста, рецепты этих потрясающих блюд. Для приготовления супа с морепродуктами вам понадобятся 300 граммов филе сёмги, 2 луковицы, 2 стебля сельдерея, по 8-10 штук миди и королевских креветок, 250 граммов моркови, 4-5 помидоров, пучок кинзы или петрушки, 1 лимон, маленькая баночка каперсов, оливковое масло для жарки, соль и перец. Для фасолевой закуски возьмите по полкилограмма спаржевой фасоли и картофеля, 2 луковицы, 2 стебля сельдерея, 5-6 красных помидоров, 2-3 болгарских перца, пучок кинзы, укропа, несколько листьев базилика, греческий йогурт или сметанной низкой жирности, 2-3 зубчика чеснока, оливковое масло для жарки, соль и перец. Вот и закончилось еще одно кулинарное путешествие. Но я не прощаюсь с вами, а говорю до свидания. С вами был Тимофей Роговой. Живите вкусно и помните, что дипломатия бывает разной, в том числе кулинарной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова